В России возвращается в оборот пятерублёвая купюра. Казалось бы, уже под забытой банкнотой с изображением достопримечательности Новгорода теперь снова может быть расплатиться в магазине или наоборот получить сдачу. Какие отличия есть у этой пятёрки и что вообще ждёт бумажные деньги, выясняла наша съёмочная группа. Вот она, пятерублёвая купюра. Хорошо знакомая людям среднего и старшего возраста и мало припоминаемая молодёжью. Какое-то время назад её перестали печатать, решив, что монеты штамповать дешевле. Однако оказалось, что не всё так просто. Часто монеты не возвращаются в оборот, седают у людей в карманах. Вот сами знаете, банки, вазы, куда скидывается вся эта мелочь. Люди порой пренебрежительно относятся к деньгам. И металлическая монета не возвращается в оборот. А с другой стороны, изобрели новый состав, которым покрывают эту банкноту, которая замедляет износ этой банкноты. Так что дизайн данной купюры останется прежним. Равно как и 10, 50 и всех остальных банкнот, которые по-прежнему остаются в обороте. И в Центробанке уверены, списывать бумажные деньги в хранилище преждевременно. Есть статистика общемировая о том, что с каждым годом наличных денег становится чуть больше. На небольшой процент, но их становится больше. Есть абсолютно консервативные страны, которые предпочитают только наличные деньги. Ну и у нас, если вы выезжаете из города, вы знаете, что теряется интернет. И расплатиться где-то в терминале он не будет работать. И совершать какие-то электронные платежи уже достаточно тяжело. При этом и монеты в ближайшей перспективе никуда не денутся. Так что кошельки у граждан по-прежнему будут не только электронными, но и старыми, добрыми, кожаными. Продолжение следует...